Добрый день, меня зовут Владимир Соколинский, я хочу сегодня вам рассказать про полипы в кишечнике, точнее про те ошибки, которые вы не должны совершать, если не хотите, чтобы полипы в кишечнике у вас появлялись снова и снова, и вы столкнулись с риском опухолеобразования уже не доброкачественного, как это бывает с полипами, а злокачественного. Но хирурги, которые удаляют полипы, как правило, люди немногословные, эндоскописты тоже, в общем-то, не получают зарплату в лекторе общества знания, поэтому, как правило, информации человека, который столкнулся с полипами и их удалили, или он прошел исследование, вдруг случайно обнаружил, что у него есть полипы, такой информации человек, как правило, не получает. В отличие от других заболеваний, раздраженного кишечника, запоров, дивертикулеза, полипы, как правило, никак себя не проявляют, и поэтому есть такое ощущение, что, ну, в общем, это какая-то техническая мелочь, которую удалили, и можно об этом забыть. Но вот здесь кроется принципиальная ошибка, потому что полип, хотя это и доброкачественная опухоль, и ее отправили на гистологию, и там вам сказали, что все хорошо, и вы выдохнули, что все хорошо, все спокойно, но вот как только вы на этом успокоитесь и ничего не будете дальше делать, вот это будет очень важная стратегическая ошибка. Почему? Потому что по статистике вероятность того, что полип рецидивирует, то есть возникнет снова на горизонте 1 год, это порядка 17%, на горизонте 2 года, а что такое 2 года, даже не заметите, как новый вырастет, это порядка уже 30%. И, естественно, чем чаще рецидивирует полип, а это может быть достаточно бесконечно, то есть вы понимаете, да, что вот это удаление, оно может быть и 2, и 3, и 4 раза. Так вот, чем чаще рецидивирует, тем выше риск, что потом там вырастет рак. Чем выше возраст, чем старше человек, тем больше вероятность, что вырастет рак. Как часто вообще бывает, что у человека полипы, а он о них не знает? Ну, и боюсь вас расстроить, но порядка 40% тех людей, которые идут на колоноскопию, у них обнаруживают какую-то степень гиперплазии в толстой или прямой кишке. Стоит того, чтобы дослушать это видео до конца и выполнить те очень простые рекомендации, которые я там дам. Кстати, хочу сказать, что те, кто больше любит читать, а не смотреть, вы можете перейти по ссылке в описании или ссылке, которую вы видите на экране, и скачать такую маленькую мою книгу по тому, как нормализовать пищеварение, потому что все, о чем я буду говорить, все те натуральные средства, о которых я буду говорить, и все эти особенности питания, они все там есть. То есть, очень можно подробно все почитать с механизмами действия, противопоказаниями, как что принимать и так далее и тому подобное. Естественно, я буду рассказывать вам дальше потом практические вещи, потому что я вообще не понимаю, какой смысл смотреть видео про полипы в кишечнике и ничего не делать, потому что, ну, это не рассказы о путешествиях и о личной жизни звезд, которые можно, ну, просто посмотреть для развлечения. Если вы смотрите про полипы в кишечнике, значит, ну, по крайней мере, как бы у вас есть такая мысль, что надо от них как-то защититься. Поэтому давайте определимся с главными мерами, которые нужно предпринять, если вот такой диагноз был установлен. Что касается того, удалять, не удалять. Значит, конечно, удалять. То есть, здесь я нотайциолог, но я должен, мое медицинское образование, оно, конечно же, обязывает меня вам сказать эту абсолютную стопроцентную истину. Полип, если он обнаружен, нужно удалять. Какими-то чудо-кризмами из чистотела, содой или самыми замечательными средствами, которые есть вот у нас в европейской системе, Соколинского, в центре и в Праге, никаким способом вы не растворите, не рассосете полипы, если это настоящий полип. Если это не просто проблема, там, наслоение на слизистой, в результате длительных запоров. Или, простите, не паразитарная какая-то история. Если это настоящий полип, сам он не уйдет. Удаляйте и не думайте. Другой вопрос, ну вот то, с чем мы начали, что после удаления вам никто не скажет вот эти вот моменты, которые сейчас я вам скажу, про питание. В основном ограничится оно тем, чтобы вот вы ничего раздражающего не ели. Там, скажут, ограничите пока на время там острое, копченое, алкоголь. Но это далеко не все. То есть наша задача вообще, что нужно сделать, чтобы не развился рак и не развился новый полип. Нам нужно избежать того, что в стенке кишечника будет постоянно присутствовать небольшое, но хроническое вяло текущее воспаление. И, собственно, здесь нет никаких секретов. Это, в общем, вы можете любого врача спросить. Скорее всего, разумный человек, который хоть что-нибудь читает вообще, кроме того, что было в медицинском институте, а что-то из современного пытается изучать, то он вам про те же самые вещества должен сказать, что это, в общем-то, нормально, и возражений быть не должно у врача против того, что вы будете это принимать. Ну, про питание. Давайте начнем. Простейшее и бесплатное. Значит, чтобы не было воспалений, чтобы не было запоров, чтобы не было раздраженного кишечника, а это все вместе, да, получаются предрасполагающие факторы к росту полипов и опухолей злокачественных. Нам нужно добиться, чтобы, ну, извините, в медицинском у нас видео, чтобы стул был объемней и мягче. И каждый день. Соответственно, в пище мы увеличиваем количество растительных волокон, растворимых, нерастворимых. Самый оптимальный вариант – это, конечно же, овощи и соотношение между мясной пищей и, ну, скажем так, по-другому, нерастительной пищей и растительной, которая содержит волокна. Соотношение должно быть 1 к 4. То есть, 1 кусок мяса, 4 по объему, по весу порции овощей. Значит, это непросто, я понимаю, потому что у нас нет времени готовить овощи, каши. Нам проще что-то по-быстрому себе такое, бутерброд какой-то сообразить. Или, особенно когда в столовой, там не всегда бывает, что вкусные овощи. Кто работает постоянно, вынужден питаться не дома. Значит, как решить эту проблему? Очень просто. Количество растительных волокон можно увеличить с помощью стопроцентного общелидера в мире по этому вопросу. Это псиллиума. Псиллиум – это порошок, в первую очередь. Измельченные семена индийского поддорожника. Не путайте с обычным поддорожником, ничего общего, просто видовое, только соответствие такое есть. А по сути, он очень сильно увеличивается в объеме. И в отличие от отрубей, обращаю ваше внимание, потому что вы скажете, 3 копейки стоит, о, отрубе. Вот, и все волокна он. В отличие от отрубей, псиллиум безопасный. Он не перерастягивает стенку кишечника, не вызывает дивертикулез в итоге. Он не царапает стенку кишечника, он способствует тому, чтобы развивалась нормальная микрофлора. Американские дозировки забудьте, не слушайте про то, что там по 9 капсул нужно принимать. Опыт показывает, одну-две капсулы, запивая нормальный стакан воды, вполне достаточно. Вариант гламурный. Это не просто псиллиум. Ссылка, кстати, в описании видео. Посмотрите, пожалуйста, на псиллиум в нашей версии. Качественный. Гламурная версия это делать смузи с нутайдетоксом. Здесь много плюсов, потому что нутайдетокс, это не только псиллиум. Это еще и спирулина хлорелла, соответственно, это хлорофилл из спирулины и хлореллы, который сам по себе обладает противоопухолевыми и заживляющими противовоспалительными свойствами. Плюс к тому много витаминов и минералов, которые способствуют нашему улучшению общего самочувствия, антиоксидантной защите местной. Как делать смузи с нутайдетоксом? Если у вас вообще нет времени ни на что, но вы хотите иметь здоровое питание и защищаться от полипов в кишечнике, посмотрите по ссылке в описании видео. Чтобы чуть-чуть снизить темп, я еще хочу маленькую просьбу вам. Пишите, пожалуйста, комментарии. То есть, мне интересно, что вам интересно. То есть, о чем следующее видео делать, что непонятно. Мы стараемся всегда отвечать на комментарии. Очень часто я сам отвечаю на комментарии, просто вообще не сплю. До 12 ночи и стараюсь все равно ответить. Очень много наших консультанты отвечают на ваши комментарии. Поэтому стараемся всегда по делу, с добром, с любовью. Ну, всегда рады, когда и ваши комментарии тоже такие добрые. И тоже по делу. Идем дальше. Мы договорились о том, что нужно в питании увеличить количество растительных волокон. Кроме того, нужно увеличить количество жидкости. Если вы пьете меньше, чем литр чистой воды, то обязательно исправьте это, потому что продвижение по кишечнику пищи своевременно определяет то, какова вероятность воспалительных изменений, процессов гниения, брожения, гиперферментации и так далее, скучных вещей. Но вы никогда не добьетесь безопасности для кишечника, если не будет у вас достаточно волокон, не будет достаточно воды. Исключению подлежат следующие продукты. Копченое. Многоетое животное жиры. Все, что с пальмовым маслом. Минимум красителей, минимум ароматизаторов. Уменьшение нужно, к сожалению, нужно согласиться уменьшить количество мясной пищи. Потому что, вот все, что я сейчас перечислил, доказано, что это повышает риск опухолеобразования в кишечнике. Особенно, если у ваших родственников уже такое было. Ну, я не буду сейчас давать рецепты. А вот что тогда есть? То есть, вы понимаете, то, что я перечислил, это очень мало на самом деле. То, в чем вам нужно себя ограничить. К этому, ну, пожалуй, только еще мучное, сладкое ограничите молоко. И то, если вы будете есть понемногу всего этого, мучного, сладкого молока, немного мяса, никому ничего страшного не случится с этим, с вами. Главное, не переедайте вот этих продуктов. А вот что касается копченого, нагретых животных жиров, особенно, ну, вот, то, что связано с пальмовым маслом, да, ну, сыр может быть натуральный, а может быть и с пальмовым жира наполовину. Так вот, если вы с этим сыром привыкли есть пиццу, то, понимаете, это уже, ну, все, трансгенные жиры, эти, они настолько онкогенные будут, что вы потом их никак не выведите, и у вас будут без конца вот именно проблемы с полипами. Есть вещества два, которые нужно запомнить, которые нужно начать принимать сразу же после того, как у вас, ну, вот, не дай бог случилось, что удалили полип. Это омега-3 кислоты из рыбьего жира. Вещество номер один. В какой дозировке доказано его влияние на риски опухолеобразования? Это один грамм в сутки. То есть, смотрим не на то, сколько в капсуле рыбьего жира, а сколько омега-3 кислот. То есть, если в капсуле 1400 миллиграмм или там 1000 миллиграмм, для простоты давайте так, 1000 миллиграмм 35%, значит, там получается у нас 350 миллиграмм омега-3. То есть, вам нужно такие грубо три капсулы. Вот и вся арифметика. Как долго пить рыбий жир, омега-3 кислоты из рыбьего жира? Как минимум 4 месяца подряд. Потому что ваша задача обеспечить такой противопухолевый иммунитет и так надежно убрать риски воспалительной реакции в кишечнике, чтобы, ну, просто там не было оснований для роста. А дальше будете поддерживать уже питанием, вот с помощью волокон, как мы с вами договорились. Если взять для всех людей, вот вы, например, вам давно удалили поликвен, и вы сейчас посмотрели это видео, то принимайте с октября по март, то есть, в период, когда наименьшая скорость обменных процессов, там наилучшим образом омега-3 кислоты себя проявят. Но если вам вчера удалили, то, конечно, не надо ждать до того, как наступит октябрь, начинайте прямо сразу принимать после того, как у вас прошел послеоперационный период. То есть, через 2 недели уже можно. И принимайте также 3-4 месяца как минимум, а то и 5. Еще одно вещество – это куркуминум. Вернее, так, я уже начал говорить, как называется наше средство в системе Соколинского. Куркуминум-Ку-10 комплекс, а действующее вещество – это куркумин, экстракт куркумы. Огромное количество исследований конкретно по этому направлению, то есть, 95-процентный экстракт куркумы, потенцированный для лучшего усвоения куркуминоидов, сколько слов наговорил, потенцированный экстрактом черного перца. Тоже очень таким, в свою очередь, концентрированным. То есть, много нагородил, для того, чтобы обратить ваше внимание на вот это средство в системе Соколинского куркуминум-Ку-10 комплекс. Уникальные рассасывающие действия, уникальные, подтвержденные для куркумина, для самого ингредиента, подтвержденные противоопухолевые эффекты, именно по кишечнику. Перейдите по ссылке в описании видео, посмотрите, пожалуйста. Заодно, пока будете переходить, не забудьте подписаться на наш канал, потому что здесь много интересного. Если кто-то пропустил, не обратил внимания на мое предложение в начале, пожалуйста, скачайте буклет, маленькую книгу про то, как нормализовать пищеварение, потому что там вот все очень подробно. Последнее, что хочу сказать сегодня. Это про микрофлору. Значит, вот все, что я вам перечислил, это мы делаем как-то вот какой-то период, 3-4-5 месяцев после удаления полипа. А как сделать так, чтобы противоопухолевый иммунитет постоянно занимался тем, что контролировал, не появилась ли какая-то опухолевая клетка и не нужно ли с ней прямо сейчас справиться. На самом деле, это не так сложно, если у нас хорошо работает местный иммунитет. А он, в свою очередь, зависит от активности, от дружелюбности, дружественности, извините, микрофлора, которая живет в кишечнике. То есть, она прямо на месте может обеспечивать уничтожение самой первой развившейся раковой клетки. Потому что, ну, не хочу вас пугать, но это физиология так есть. В организме периодически появляются раковые клетки, но от того, насколько у нас напряженный иммунитет, нормально ли он работает, есть ли у нас силы для того, чтобы бороться, от этого и зависит то, что организм с этим справляется, иммунитет с этим справляется. Для того, чтобы вот этот иммунитет местный был в хорошем тонусе, для этого нужно, чтобы микрофлора была дружественной. Восстановить ее можно за два месяца при условии, что у вас достаточное количество волокон в питании и подавлены процессы гниения, брожения, это вы сделаете благодаря куркуминому и исключению откровенно неполезных продуктов питания. Поэтому вот в системе восстановить микрофлору можно, если просто пить пробиотик, обычно не получается. В системе Соколинского мы используем балансу advanced пробиотик, продвинутым, она называется, ну, кто знает английский, поняли, да, баланса advanced пробиотик, баланса продвинутый пробиотик, потому что включает не только 11 штаммов уже таких достаточно хорошо известных бактерий, лактобифидобактери и цидафина, а еще специальный штамм лактобацилус ферментум ME3, который обладает доказанными противовоспалительными свойствами. И поэтому его применение здесь очень даже уместно. Так вот, сейчас мы с вами фактически прошлись, если так, кто хоть какое-нибудь видео смотрел, практически по нашей всей европейской системе. Пожалуй, но только для самых таких пугливых людей, которые все-таки знают, что у родственников были проблемы с кишечником, были проблемы опухолеобразования, можно еще вспомнить про иммунариум, полисхариды грибов, которые настроены именно на работу с иммунитетом. Но для большинства людей вот этой комбинации свободиум или нотайдетокс это волокна, плюс куркуминум Q10 комплекс это рассасывающее действие, противовоспалительное, противогнилостное, противобродильное, антиоксидантное и микрофлора это баланс и тванс пробиотик, этого достаточно. А если вы к этому еще добавите прием омега-3 кислот достаточно на продолжительный период на 4-5 месяцев, то вы большой молодец. Потому что вот именно это является такой профилактикой. Ну я кратко пройдусь буквально что еще на эту тему известно, но некоторые говорят о селении, некоторые говорят о витамине D. Ну на самом деле значит с витамином D, да, правда, есть исследование и может быть и перспективно его принимать для профилактики злокачественного опухолеобразования, но там есть слабое место, его легко передозировать и он влияет на печень, если его передозировать. Что касается селена, то как бы не популярны были вот про него разговоры с точки зрения опухолеобразования, как противопухолевого антиоксиданта, но тем не менее мне, к сожалению, не удалось найти достаточно литературы на этот счет в открытых источниках, поэтому я не могу вам сейчас это советовать. А вот все остальное, то, что я сказал, вы можете зайти на традиционные такие ресурсы, где публикуются научные статьи, Медлайн, Пабмед, и увидите там рассказ подробный от разных исследователей из разных стран, что эти вещества действительно работают для профилактики. Ну вот так. Еще раз предлагаю вам не забыть подписаться на канал, поставьте, пожалуйста, лайки, потому что благодаря этому больше людей увидит это видео. Обязательно двигайтесь в сторону пользы, не просто посмотрите, а скачайте дальше по ссылке в описании книжку с методикой. Ну и если у вас появляются вопросы, конечно же, звоните, пишите, пишите в комментариях, мы будем рады оказаться вам полезными в практическом плане. Будьте здоровы, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok